Музыка Музыка под стать событию. Большая нужда заставила таки справить на улицах Саратова общественные туалеты. Первый на Волжской пристроился между издательством Слова и Центром поддержки одаренных детей. Замечательный сосед, судя по всему, уже начал принимать первых посетителей. Это можно понять по счетчику электроэнергии. Сзади отхожего места. Открыто. Свет. Свет. И где здесь свет? Датчик. Оп. Работает датчик. Работает датчик. Судя по следам, мы здесь уже не первые посетители. Видимо, новшество стало популярным у горожан. Внутри все, как в лучших домах Парижа. И пока еще работает. Музыка. Но пока бесплатную муниципальную услугу заметили не все. Вот это что? Да. Так там сколько платить надо? Бесплатный. Да что вы говорите? Бесплатный. Да неужели? Необходим. Да, да, да. Необходим. Дай Бог вход и выход. Не за углом. Туалет общественный появился. Видели уже его? Не видели? О, нет. Нет? Видели или не видели? Не видела и видела. Не хочу. Да вы что? А почему? Так ведь такая нужная вещь. Ну я что-то не заметил ни разу, что здесь ей пользовался кто-то и чего-то. Там какие-то вещи лежат и все. Не обратили внимание, что вообще-то на этой воде кто-то сделал с новинкой? Не видел еще? На вид. Видел. Что сказать? Что сказать? А они так сильно работают. Ну вот мы сейчас заходили уже работают. Уже работают? Ну хорошо. Один? Выбор места. Удачный или неудачный? Выбор места. Главное, чтобы был. И один это очень мало. Еще вот мне хочется задать губернатору вопрос. Когда же будут еще сделаны фонтанчики для бития? На набережной ни туалетов, ни фонтанчиков. Жара 40 градусов. Как будто впереди не Волга, а пустыня. Вот просто это меня поражает. А рядом притаился конкурент мэрского туалета. Уборная в парке Липки. Историческое здание давно не принимает посетителей. Обычно туалет в Липках для многих являлся чем-то вроде последней надеждой. Когда уж совсем не терпешь заглянуть сюда. Но на протяжении довольно долгого времени здесь висит замок. Который с виду кажется отдельным от двери. На самом деле она, к сожалению, тоже закрыта. Получилось, что новинка гонит старинку. Вот на Рахово-Мичурино тоже появился кабинет для приема нуждающихся. Первый признак того, что вы можете не донести, это выключенный электросчетчик со всеми вытекающими из вас последствиями. Ага, ну да. Как нам сказали на Волжской, что видели здесь этот туалет, но, к сожалению, он закрыт. Тогда бегом к следующему. Он в районе цирка, но там уже занято. Правда, посетитель заносит туда сумку с инструментами. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Сюжет про туалеты снимаем. Смотрим открыто. Работает уже Заят открытого? Да нет, он закрыт. А когда будет работать? Я не знаю, я не... Вы не скажете, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо. Так что бежать придется обратно на Волжскую, там хотя бы уже работает. Понятно, что все это временное явление и сам факт появления туалетов на улице – главный шаг хоть какой-то цивилизации.